Односоставные или двусоставные? Односоставные или двусоставные? Самым эффективным какой считается? Контекст. Без контекста очень сложно от любого приглашения. Контекст, как в земле показывают. Все эти в контексте определяются. Например, ему радостно. Давайте попробуем восстановить подлежащее. Ивану радостно. Мы можем восстановить подлежащее? Нет. Нет. Почему ученые вынуждены признать, что это особые слова? Они похожи к чем-то, но такого предложения, где восстановить подлежащее нельзя. Нельзя. Практически нельзя. Хочешь, не хочешь, все равно не получается. И поэтому они вынуждены были признать. Хотя, конечно, по себе некоторые говорят, может быть, мы его не самостоятельной частью, а как под раздел такой части речи. Есть мнения такие, но такого нет. Мы, как бы ни старались, будет дополнение, никогда не будет подлежащее. Возможности, например, святая. День святая, функция святая. Что, попробуйте что-нибудь подобрать. Нет. Возможности нет. Абсолютно нет. Прижилание не может. Потому что от субъекта не зависит. Никто эти действия не производит. Процесс сам проходит без участия кого-либо. Вот поэтому определение их нужно обязательно в любом случае берите контекст. Если контекст нет, включите его в контекст. Сейчас эти тесты пойдут. Не совсем сложные тесты. Не совсем сложные. Но если не в большом контексте, включите его так себе, под себя включите, и без ошибок у вас получится. Теперь их, не знаю, где-то 5-6 у нас есть. Как будем выбирать, чтобы не получилось так, что двое трое должно выступать. Потому что не совсем уверенно выступил. Первое твое. Теперь, девочки, задача наша – учиться этому. Для того и мы с вами собрались здесь. Здесь что-то делать, кому-то для кого-то ничего не делать. Это для себя нужно. Это новая часть речи в начальстве. В школах его не преподали. Нет. Такой части речи и выделено еще для школы. Вузовской аудитории только нет. Но эти слова отдельные части речи – это бесспорно. Сходство во всех частях речи есть. Помните, местоимение мы говорили. Это читается в самостоятельной части речи, хотя не имеет своего места. Вместо кого-то используется. Читаем же мы его в самостоятельной части речи. Точно так же и это. Без ошибок хотя бы на 80-90% вот сейчас без ошибок речи – все. Мы победители. И так с тебя начнут. И вот так подряд по очереди пойдете. А то выборщик получается. Пожалуйста, вы тебя обоснули, почему это так. Почему ты этот вариант выбираешь, если он правильный. Укажите предложение, в котором выделенное слово является категорией «состояние». Без. Первое предложение. Кто-то вышел и тихо у забора стал пробираться в нашу сторону к окрепу. В этом, то есть, выделенное слово нужно определить, чем является. Кто-то вышел и тихо у забора стал пробираться. Как? Тихо. Стал пробираться как? Тихо. А какую часть речи относишься? На речи. Ага. Как же еще начали? Так. Все было тихо и мертво. Все было каково. Тихо и мертво – это краткоприлагательное. Ага. Так. Снова тихо в зарослях. Тихо. Если сложно, четвертую берите, потом беремся. Путники свернули с дороги к тихо-жирчающему ручейку. Путники свернули… У нас остались два вот варианта. Один из них – категория состояния, а другой – нет. Я думаю, четвертый правильный ответ. Третий. Нет. Второй. Третий. Второй? Нет. Третий. Третий. Снова тихо в зад. Отсутывают они тебя. Второй, третий. Вместо того, чтобы помочь, они наоборот. Все-таки думаю, что третий. Ну давай будем гадать. Какой? Третий. Почему ты выбрала этот вариант? Чем отличать этот вариант от второго? Это как уже. Ну потому что здесь связка было. Было. А было? Было и может здесь. Было каково. Тихо и мертво. Ну только от связки не зависит. Что? Что? Все. Ну здесь почему его отдельно выделили? Давай… Это предложение какое это? Односоставное или двухсоставное? Ну почему на предложение пойдем? Здесь подлежащие сказуемые есть? Что? Все. Это подлежащие. А в третьем подлежащие еще? Нет. Тут нет подлежащего. Это… Итак. Какое из них безличное есть? Третье.